Татьяна Иванкова бегает по утрам уже полтора года. Женщина уверена в том, что бег позволяет ей активнее включаться в работу и быть более целеустремленной. Это дает заряд бодрости на весь день, позитива, отличного настроения. Кроме того, я считаю, что мозг значительно лучше работает. Это дает достижение определенных целей, быстрее достижения. Ну и здоровье, и внешний вид – это, безусловно, основное. Свежий воздух – это позитив, это эмоции и заряд на весь день. Несмотря на прилив энергии и хорошее настроение, в утреннем беге, утверждает тренер-реабилитолог Виктор Кузякин, есть свои минусы. По словам специалиста, организм еще не проснулся и не готов к физическим нагрузкам. Для постепенного пробуждения утренняя разминка должна быть щадящей, чтобы в первую очередь не пострадали суставы. Организм в течение сна пребывает в неподвижном состоянии, соответственно, есть определенные трудности. Это увеличение дисков позвоночника в объеме чуть ли не в 2,5 раза. Это суставы находятся в неподвижном состоянии, соответственно, сеновиальная жидкость очень медленно распространяется по ним, и она почти отсутствует. И идет ударная нагрузка на суставы. Многие спортсмены, не меньше специалистов, знают о тонкостях упражнений в разное время суток, но рабочее расписание нередко вносит свои коррективы. Элита пауэрлифтинга Ирина Зотова, к примеру, работает на мукомольном предприятии. Каждая смена по 12 часов. Помимо этого, у женщины есть семья, домашние дела и огород. Говорит, на полноценную тренировку нужно выделить в среднем 2,5 часа. Это время можно найти только утром и лишь выходные. Работаю, работаю под сменой, и что у меня никак не получается. Не хватает времени на тренировку. Работаю до 8 часов вечера, прихожу до этого утром. Не хватает времени спокойно потренироваться, не жарко, не еще хватает на домашние дела. Со временем утренние тренировки для многих спортсменов превращаются уже в необходимую для организма привычку. Спорт утром, работа днем и отдых вечером. Иначе организм начинает страдать. Я очень люблю утренние тренировки. После работы на тренировке, у меня очень сильно устраивает, и мне тяжело занимается. И все же реабилитолог утренние тренировки допускает, только в случае соблюдения определенных правил. Штангистам он рекомендует работать с малыми весами, а бегунам выбирать короткие дистанции. Силовые тренировки с высокой нагрузкой специалист настоятельно советует переносить на вечер, когда организм уже успел самопроизвольно размяться. При этом сообщество новомодных экспертов, всевозможных коучей, мотиваторов и блогеров убеждено. Раннее пробуждение и утренний заряд бодрости – залог успеха в жизни. Правда, оценить объективность этого утверждения никто не в силе. Елена Кукина, Александр Лизратов, Дмитрий Денисов. День с толком.